В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета провел ежемесячное оперативное совещание с руководителями муниципальных служб и предприятий. На сегодняшний день привито 1826 человек первой вакцинации, первой фазы. Долгожданные ключи начали получать дольщики жилого комплекса Новобулатникова. Я очень счастлива. Спасибо большое всем. В одном из сетевых супермаркетов в ходе депутатской проверки выявлено множество нарушений. Скажите, вы в самую такую зелень? Нет, конечно. Ежемесячное расширенное оперативное совещание с руководителями муниципальных служб и предприятий провел сегодня глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробности далее. На встрече подвели итоги работы за январь и наметили планы на ближайшее время. Но прежде всего собравшиеся обсудили ситуацию по коронавирусу. Цифры статистики говорят о том, что ковид постепенно отступает и врачи наблюдают благоприятный сценарий. Кроме того, набирает обороты массовая вакцинация. На сегодняшний день привито 1826 человек первой вакцинации, первая фаза. За неделю привили 702 человека и 304 уже человека, получивших вторую вакцинацию. За неделю 83 человека. Значит, 4 пункта вакцинации работают. А теперь привиться можно еще по одному адресу. В минувшие выходные заработал пункт вакцинации в кинотеатре «Искра». Следующий докладчик – генеральный директор МБУ «Дорсервис» Александр Митряйкин. Январь был щедр на осадке и стал испытанием, с которым коммунальщики успешно справились. До 55 единиц техники, 25 единиц средств малой механизации для уборки снега и порядка 170 рабочих в разное время, подчеркиваю, суток. Расходно порядка 670 тонн песко-сленой смеси, почти 50 тонн реагента и вывезено на снегасвалки 9,5 тысяч кубов снега. Работа по расчистке дорог, тротуаров, внутридомовых территорий продолжается и сейчас в ежедневном и круглосуточном режиме. «Хочу сказать слова благодарности. Понятно, что снежок был поменьше в этот раз, чем первая аномалия, но и сработали, на мой взгляд, хоть чуть-чуть, но получше. Темп на этой неделе по вывозу снега по очистке территории набрали неплохой. Я бы его так на четверку, наверное, в целом по округу оценил». В целом в январе наш округ продемонстрировал отличные показатели во многих ключевых отраслях. Главной новостью месяца стало долгожданное открытие дороги, первой очереди выезда из шестого микрорайона. А вот в числе актуальных проблем – перебои с вывозом мусора. «Отсутствие синих контейнеров мы приучаем население к раздельному мусору, но синих контейнеров нет, поэтому это, конечно, проблема». Практически по всему муниципалитету ощущается нехватка контейнеров и задержки с вывозом отходов. Особенно острый вопрос стоит в густонаселенных жилых комплексах в Молоковском территориальном отделе. «С рекоператором тоже вопросы стараемся решать. Я думаю, что в ближайшее время нас тоже пригласят на эту встречу. И не только по пригороду Леснова и Новомолокова. У нас там есть еще с рекоператором проблемы в частном секторе». Представитель мусоровывозящей компании заверил, что в ближайшее время увеличит число вывозов и задействует большее количество техники. Отчитаться о выполненной работе региональному оператору предстоит уже на следующем оперативном совещании. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Несколько тяжелых лет ожидания подошли к концу. Дольщикам жилого комплекса Новобулатникова начали вручать ключи от квартир. О том, с какими проблемами пришлось столкнуться застройщику и почему сроки сдачи объекта были сдвинуты, расскажет Дмитрий Книга. Еще одной проблемной новостройкой в муниципалитете стало меньше. Стартовала выдача ключей дольщикам жилого комплекса Новобулатникова в поселке Измайлово. Из-за финансовых проблем застройщика строительство затянулось на пять лет, но теперь работы завершены в полном объеме. В торжественной обстановке свои ключи получили первые из 216 владельцев новых квартир. Ключи вручаются Ямниковой и Маргарите Васильевне. Квартира номер 51. Проектом строительства предусматривалась подземная парковка на 99 машином мест. Несмотря на финансовые проблемы и сложные условия рельефа на данной территории, застройщик не стал отходить от своих первоначальных планов. Вся вот эта совокупность факторов, она повлияла на сроки строительства. Но застройщик благополучно справился с этим. Просто героически, стоически он это все реализовал. И министерство, и администрация помогали ему в этом. Счастливые обладатели ключей сразу отправились в свои квартиры. Правда, сейчас здесь только голые стены. Но за годы ожидания у дольщиков уже накопились идеи в отношении ремонта. Храмы идут из окна. Какой великолепный вид. Я очень счастлива. Спасибо большое всем. Все то время, пока продолжалось строительство, данный объект находился на контроле администрации муниципалитета. Максимально подключались к решению вопросов, когда проект, уже и объект проходил проверку в госстроенадзоре. Потому что были свои нюансы, и технологические решения требовали внесения в проектную документацию. То есть, естественно, подбор соответствующей проектной документации, трясение, получение заключения о соответствии этого объекта, проектной документации. Ну и в дальнейшем, конечно, при вводе объекта были свои нюансы и проблемы. Также помогали. Всего в этом году на территории Ленинского городского округа планируется выдать 2500 ключей участникам долевого строительства в проблемных жилых комплексах. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. По факту многочисленных обращений жителей, депутат Владислав Рымша вместе с соратниками провел проверку в одном из сетевых супермаркетов города Видное. Люди жаловались на просрочку, отсутствие ценников и шум при разгрузке товаров в ночное время. К рейду присоединилась и наша съемочная группа, чтобы узнать, насколько оправданы эти претензии. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Этот круглосуточный сетевой магазин на Нижнем ПЛК возле автобусной остановки знаменит не высоким качеством товаров или низкими ценами, а постоянным шумом, грязью и просрочкой на полках. Люди вынуждены сюда ходить, так как это единственный супермаркет в районе, но каждый визит – сплошные нервы. Раньше еще более-менее, а сейчас безобразие творится полнейшее. Не соответствуют ценники товаров, того, что стоит здесь. И не пройдешь к полкам, вот это, видите, бордатка. Ситуация вокруг ценников здесь, пожалуй, самая популярная. Наглядный пример – три полки, ни одного ценника, однако товар продолжает выкладываться. Сотрудник буквально только что убежал, увидев камеру. Наверное, товар этот бесценный или, может, раздают бесплатно на кассе. На жалобу депутат Владислав Рымша отреагировал моментально. Пригласил Роспотребнадзор и представителей торгового отдела администрации муниципалитета и пошел проверять работу магазина. Результат неутешительный, критика оправдана. Обращаешься к работникам магазина, ответ – или моя, твоя, не понимают, или они только заступили, и так 10 лет. И писалось в жалобную книгу, и не только я. Люди возмущаются, это гос и ныне там. За час рейда общественники набрали несколько корзин просроченных товаров. По закону, такие продукты сотрудники торговой точки должны утилизировать на месте. Сардельки Баварские. Срок годности истек еще 15 января 2021 года. Сегодня 29 января. Две недели они лежали на полке. Скажите, вы сами бы такую зелень ели? Нет, конечно. Однако покупателям всегда приходится быть на чеку. Не доглядела и просрочка уже в вашей корзинке. Управляющая супермаркетом оправдывается тем, что заступила на должность всего неделю назад. Так сказать, порядок еще не успела навести. Я обещаю, что это все исправится. Такие факты имеют быть место, вы об этом знаете? Да, я об этом знаю, я с этим борюсь. Я к этому предлагаю все усилия. Представляете, что вы здесь неделю только работаете? Да, я не всесильна. Кто же жители подходят, ко мне обращаются, я объясняю. Я не всесильна. За один день я исправить не могу. Но работа в этом направлении идет. Конечно, мне нужно для этого время. Сколько нужно времени для того, чтобы решить этот вопрос? Чтобы этот вопрос с ценниками решить? Это максимум недели. Еще неделя, да, получается? Да, но уже не меньше недели. Магазин расположен на первом этаже многоквартирного дома. Работает 24 часа. Один из пунктов – жалобы жителей. Шум в ночное время от разгрузки товаров. Погрузоразручные работы, связанные с перевозом товара в магазин, ведутся ночью. Жители жалуются на шум, который происходит в связи с этими работами. Вот сегодня мы как раз вышли для того, чтобы проверить работу магазина. Представители торгового отдела администрации Ленинского городского округа выявили все факты нарушения закона о правах потребителя. Однако готовы дать поблажку недавно назначенному сотруднику на должность управляющего. Мне даны все рекомендации по этому поводу, по поводу разработки и согласования схемы разгрузочно-погрузочных работ, для того, чтобы в первую очередь исключить недовольство местных жителей, так скажем, жителей, проживающих в доме, где располагается магазин, от повышенного уровня шума, особенно в ночное время. Администрация провела мониторинг по проверке поступающих жалоб, получила всю необходимую информацию, которая будет направлена в соответствующие полномочные органы для принятия санкций и штрафов. То есть штрафы, естественно, здесь не самоцель, это стимулирующая мера, так скажем, для того, чтобы эти нарушения больше не повторялись. Уходя из магазина, общественников ждал еще один неприятный сюрприз. Нерабочие контрольные весы, а это уже серьезное нарушение законодательства, за которое предприятию грозит немалый штраф. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ. Алексей Спаский встретился с волонтерами студенческого актива Московского регионального социально-экономического института. Глава муниципалитета поздравил ребят с прошедшим днем студентов и поблагодарил их за бескорыстную помощь нуждающимся в период пандемии и активную жизненную позицию. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. В коле второго этажа Московского регионального социально-экономического института заметное оживление. В гости к студентам приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Поздравить с прошедшим днем студента, а также поблагодарить ребят за бескорыстную помощь нуждающимся в период пандемии и активную гражданскую позицию. Вы отдаете, посвящаете себя людям. Это не просто, поверьте, это бесценно. Поэтому слова благодарности, здоровья вам обязательно, успех в учебе, скоро уже экзамены, либо промежуточные, либо выпускные, пусть у вас все обязательно получится. Для многих студентов Московского регионального социально-экономического института волонтерство уже давно неотъемлемая часть жизни. С началом пандемии тех, кто готов безвозмездно помогать нуждающимся, стало еще больше. Сейчас в волонтерской деятельности на постоянной основе участвует 64 студента. Очень много поддержки от ребят. Все говорят, я, я, я буду, я хочу помочь. Они говорят, а бабушкам когда помогать, а кому-то еще. То есть я очень рада, что в моем коллективе наконец-то появилось желание помогать безвозмездно. Вот это самое, наверное, главное. Алексей Спаский вручил наиболее активным волонтерам памятные подарки и благодарственные письма главы муниципалитета, а также Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Студенты часто проводят масочные рейды на остановках общественного транспорта. А сейчас около 50 волонтеров работают в аэропорту Домодедово. Среди них Антон Светов и Дарья Кустова. Делаю людям добро. Мне нравится этим заниматься. То, что ты делаешь от доброго сердца, все возвращается в умиран. Я очень люблю, когда другие люди очень улыбаются, особенно пожилые люди. На встрече ребята рассказали высоким гостям, какие добрые дела уже успели сделать. Помимо масочных рейдов они принимали участие в акциях «Щедрых вторник» и «Твори добровидное». Проводили опросы, собирали макулатуру, разносили продукты инвалидам и пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию, работали в больнице и развозили лекарства. В конце мероприятия один из волонтеров взял в руки гитару и спел. А все присутствующие с удовольствием его поддержали. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. ВиднетВ. 90-й день рождения отметила жительница поселка Развилка Нина Ивановна Митрофанова. С большим юбилеем ее приехали поздравить начальник управления соцзащиты Елена Гусева и начальник территориального отдела Картинский Андрей Извеков. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Трудную жизнь прожила Нина Ивановна. Детство ее пришлось на войну, воспоминания о которой живы до сих пор. Когда последнюю увозили корову, а нас четверо, мы на печке были, и мы заплакали. А немец снял автомат и говорит, я сейчас вас вот так показывает. Все, мы замолчали. Расписной платок от губернатора Московской области, письма от главы муниципалитета и президента Российской Федерации, а также самые добрые пожелания стали подарками Нине Ивановне на большой 90-летний юбилей. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин